Здравствуйте! О событиях региона расскажем в информационной программе День Республики в студии Наталья Доржиева. Глава Калмыкии Батухасиков отметил успехи юного шахматиста Романа Шакджиева, который стал победителем первенства России в возрастной группе. До 11 лет он выиграл все 9 партий и обошел более 500 соперников. 9-летний школьник является известным и титулованным шахматистом, чемпионом и призером первенства мира, Азии, Европы, России и Москвы. Душа радуется за наших талантливых земляков. Будем поддерживать и создавать все условия, чтобы у нас рождались будущие звезды во всех видах спорта, прокомментировал руководитель региона. Шестая внеочередная сессия Народного хурала 7-го созыва состоится 23 апреля. Соответствующее распоряжение подписал председатель законодательного органа Артем Михайлов. Предварительно парламентарии разберут актуальные вопросы на заседаниях профильных комитетов, а затем вынесут законодательные инициативы на обсуждение в рамках сессии. Делегация Комитета Государственной Думы по охране здоровья посетила Республиканский онкологический диспансер и городскую поликлинику. В рамках визита парламентарии пообщались с врачами и пациентами. Также они побывали в Республиканском детском медицинском центре имени Манжиевой. По словам замминистра здравоохранения России Виктора Фисенко, больница отвечает всем современным санитарным требованиям. Кроме этого, он высоко оценил оснащенность высокотехнологичным оборудованием и отметил качественную работу калмыцких специалистов. Порадовало то, что она оснащена российским медицинским оборудованием, о котором очень хорошо отзываются специалисты, работающие на этом оборудовании. По поводу помощи федерального центра хочу сказать, что президентам уже озвучено решение по формированию нового пакета национальных проектов. Поэтому сейчас формируют все министерства, в том числе министерство здравоохранения, формируют новый национальный проект. Он будет называться «Продолжительная и активная жизнь». Будет включать в себя около 10 различных мероприятий. И отдельно хочу отметить, что это будет продолжение программы модернизации первичного звена, которая находит очень хороший отклик и у населения, и у специалистов, работающих в первичном звене. Мы продолжим создание объектов здравоохранения, капитальный ремонт, закупку медицинского оборудования, цифрового медицинского оборудования и автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации и, соответственно, медицинских сотрудников к пациентам, что увеличит доступность медицинской помощи и, соответственно, приведет к росту удовлетворенности наших граждан процессом получения и оказания медицинской помощи. Жителям Оренбургской области доставлена гуманитарная помощь от Калмыкии. Груз весом 23 тонны был собран в кратчайшие сроки по поручению главы Калмыкии Бату Хасикова. Неравнодушные граждане передали бутилированную воду, продукты питания, длительного хранения, антисептики. Продовольствие привезли в распределительный центр, где работают волонтеры, которые передадут все необходимое пострадавшим от стихийного бедствия. Очень много волонтеров задействовано были в расфасолке товара, также в разгрузке товара. Сразу же наш товар, который мы разгружали, часть товара сразу ушла уже в ПВРы, в пункты временного размещения для беженцев, скажем так, до вынужденных. Вот с других, там и Сорска были, и с Оренбурга. Дело в том, что сам Оренбург уже часть южного района, южная часть города была затоплена. И вода там поднялась уже на 2,5 метра, то есть дома были затоплены, и эти люди тоже находятся на ПВРах. И очень, скажем так, очень рады были наши коллеги Российского Красного Креста Оренбурга, когда получили нашу продукцию. Особенно очень хорошо пошла вода, потому что на самом деле проблема с водой там есть. Также антисептики, продукты, наш рис. Они сказали, готовят сразу же там полевую кухню для жителей Оренбурга, готовят и еду. Поэтому очень были рады, были удивлены, что за 1700 километров мы приехали к ним. Я им сказал о том, что это не чужая наша земля, это Оренбург. Это дело в том, что когда основали этот город, крепости, то там были и православные наши колмейки, казаки. В этом году капитальный ремонт «Кровель» проведут в 14 многоквартирных домах республики. Работы запланированы на 9 объектах в Элисте, а также в Городовиковске, Лагане, Киченерах, в селе Садовое и в поселке Яшкуль. На сегодняшний день региональным фондом капитального ремонта разработана проектно-сметная документация, проводятся конкурсные процедуры на выбор подрядной организации. Финансирование ведется за счет взносов граждан и средств консолидированного бюджета республики. МинДЖКХ энергетики региона напомнили, что с начала действия программы в Калмыкии выполнен капремонт «Кровель» 197 многоквартирных домов, заменено 801 лифтовое оборудование и более 23 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия. Завершается региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». В Калмыкии он проходит седьмой год подряд по 11 компетенциям. Навыки демонстрируют 54 участника из образовательных учреждений республики. В этот раз я могу получить больше нужного мне опыта, который поможет мне в становлении настоящим медиком. Это непростая профессия, на ней лежит большая ответственность, потому что мы отвечаем за жизни людей. Но также я буду чувствовать себя хорошо, если помогу человеку справиться с чем-то таким серьезным. Здоровье – это самое главное в жизни человека, как его семья. И поэтому я хочу приносить пользу в жизни людей и идти дальше. По итогам конкурсного отбора будет определен победитель, который будет представлять регион на национальном этапе. Нет преград для детей с ограниченными возможностями. Ребята активно участвуют. Моей главной задачей являлась подготовить наших студентов. Мой студент – это Ева Утешева. Она участвует второй раз. В прошлом году она заняла третье место. Дисциплина у нас – медицинский социальный уход. Данная площадка у нас накрыта по уходу за стомированным пациентом. Все задачи выполнены. 20 апреля любители бега смогут принять участие в открытии еженедельных стартов «Пять верст». Присоединиться может любой желающий. Возраст у уровня физической подготовки не имеет значения. Мероприятие начнется в 9 утра у входа в спортивный комплекс «Богатур». Зарегистрироваться можно на сайте 5верст.ру, сохранить полученный QR-код и прийти с ним на место проведения. Особенность проекта заключается в том, что это не соревнование, а возможность хорошо провести время в кругу единомышленников на свежем воздухе с пользой для здоровья. Отмечу, проект успешно реализуется во многих городах России. Открыто более 130 мест проведения стартов и интерес к движению не угасает, а продолжает расти. Мы ожидаем, что сейчас туристический сезон. Во многих городах России развито беговое движение. Бегуны любители приезжают и нас спрашивают в соцсетях, где у вас можно побегать. А если они увидят, что проект 5верст у нас запустился, они приходят тоже в наш парк и тоже бегут. То есть это не только для жителей города, это вообще всероссийский проект. Открытый мастер-класс по карандашной графике для всех желающих провел во Дворце детского творчества Егор Матита. Обучиться рисованию пришли более ста жителей столицы. Художник родился и вырос в Калмыкии, окончил Элистинскую школу искусств номер один, а затем поступил в Московский архитектурный институт, а позже основал школу рисования в Москве. Студия обучает художников разного возраста уже более 9 лет. В этот день участниками мероприятия стали не только дети, но и пожилые люди, в частности, подопечные дома престарелых. Все они разрисовали картину размером 6 квадратных метров, на которой изображен цветок лотоса, символ жизни и счастья. Изображение передадут в Элистинский интернат для престарелых и инвалидов. Также Матита вручила от себя этому учреждению два современных велотренажера и телевизор. Рад я сегодня вернуться на родную землю и поделиться своим опытом. Сейчас идет праздник тюльпанов, через это мы проводим наш мастер-класс, такой творческий флешмоб. Хочется собираться за чем-то таким радостным, позитивным. Рисование – это что-то из детства, оно делает людей счастливыми. И моя задача через творчество влиять на этот мир, делать его немножко лучше. Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала. Смотрите цифровое обещание канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленой точке» и Ростелекома, на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова